Технологическое образование в России, безусловно, имеет очень давнее и такое сильное основание, но важность этого образования растет особенно в наши дни, потому что именно технологии сегодня меняют кардинально нашу жизнь, преобразуют бизнес и порождают новые бизнес-модели. Есть огромное количество детей, ребят, молодых, которые чего-то хотят изменить, что-то хотят сделать, как-то быть успешными, богатыми и так далее. Это сейчас модно в молодежной целевой аудитории, поэтому мое видение, да, мы должны поймать эту волну и создать другие возможности для ребят, максимальные возможности, чтобы они реализовывали себя и в бизнесе, и в творчестве, и в профессиональном плане. Студентам нужно участвовать в подобных кейсах, поскольку это помогает им, как минимум, в командной работе, которую не так часто можно получить в стенах вуза, несмотря на то, что в вышке очень много проектных работ. Плюс это, наверное, навыки спикера, когда ты выступаешь перед людьми, которые являются профессионалами в своей сфере. Это довольно очень приятно и случается редко. Главное, что я узнал, это новые продукты, которые предлагает Oracle для разработчиков, поскольку я таковым являюсь, являюсь студентом факультета компьютерных наук и программной инженерины. Довольно хорошо подготовлены теоретически, но вот все-таки именно в формате игры, вроде бы так, легко, с челленджем, с таким правильным, значит, с постановкой невыполнимой задачи, когда надо всего за час сделать результат, это еще дополнительный тренинг, это еще дополнительная возможность поучиться работать в команде. Подобно к мероприятию, где-то третий раз я уже участвовала, но лично в такой форме первый раз. Было очень интересно, эмоционально, потому что за такой короткий срок надо придумать много решений и предоставить это все жюри. Мы выбрали формат деловой игры, потому что это формат творчества, формат фантазии, формат обмена свободными идеями. Посмотреть глазами потенциальных потребителей на проблемы клиентов, которые пользуются инструментарием, который делает Oracle. Кейс заключался в том, чтобы придумать оптимизацию работы на АЗС. Люди у нас в группе были разные, кто-то из Санкт-Петербурга, кто-то из Вышки. Четильник кейса надо получать удовольствие, тогда оно решается не обязательно правильно, но с удовольствием, опять же, получается интересное решение. Нам было интересно обсудить этот вопрос не с специалистами, которые уже более-менее представляют, как это работает сегодня, а с теми людьми, которые будут формировать этот бизнес-автор. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...